А что вы скажете про нынешнего генерального директора, действующего, потому что очень много отзывов о нем. Особо заделать такие известные династики, за башенами мы с ним общались, вчера с Нестеровым общались. Я могу сказать одно, вы понимаете в чем дело. Я как-то высказал самому Вадиму Черменовичу в глаза, что, собственно говоря, когда, может быть, он достаточно серьезный специалист в каких-то других областях, может быть, в строительстве, в каких-то, так сказать, не сомневаюсь, что, наверное, человек он не пустой. Но королежь делает свито. На мой взгляд, профессионалов, которые могли бы, как генеральный директор, вот был же Феодос Георгиевич Бордиан, мы проведем параллель, это был замечательный управляющий, который многие там десятилетия возглавлял, это Союз Госцирк тогда был, и все было хорошо. Просто человек привел очень компетентных и знающих профессионалов с собой. И, может быть, он сам какое-то время не очень ориентировался, но, по крайней мере, он доверял и умел доверять. И люди, которые были цирковые, которые окружали его, те, которые были действительно профессионалами, он умел их слушать и умел принимать решения согласно той информации, которую давали профессионалы. Ну, давайте с вами абстрагируемся. Вот когда, сегодня мы на времена такие, вот у вас заболело, вы же, если вы не будете заниматься самолечением, правильно, себе операцию делать, вы пойдете к врачу. Если у вас обломился там автомобиль, грубо говоря, ну, вы поедете на техстанцию, правильно, на сервис. Ну, а когда человек должен обращаться к профессионалам всегда, вот, понимаете, вы профессионал, вы делаете свое дело профессиональное. Никто же, я же не бегаю там с камерой, грубо говоря, там они снимают всех на улице. Потому что я знаю, что есть профессионалы. Если уж нужно, то надо обратиться к профессионалам. Здесь, к сожалению, ну, этого не произошло. И человек, как бы он, может быть, он и хотел как-то хорошо, может быть, он хотел какие-то реформы, что-то изменить. Но на самом деле, скажем, я считаю лично, что здесь, как в хирургии, существует принцип «не навреди». Тонкая материя. И которая, как бы, ее очень легко и очень беспроблемно можно сильно очень разрушить. Ну, цирк вообще такая вещь же не способна. И вот сколько там, как в то время было, анекдот про Стального их советских людей, то есть дустом не пробовали. Я уж в последнее время говорю, что цирковых артистов, если, им, наверное, скоро, если заставлять их приплачивать за то, чтобы они в цирк приходили, они и будут. Потому что они фанаты, они настолько любят свое дело, настолько семьями им увлечены, что они не считаются ни с какими трудностями, они все равно работают. Какие бы, так сказать, денег не платят, там, периодически задерживают зарплаты, там, все это. Ну, могу сказать, никогда гладко-то особо не было. Всегда какие-то есть шероховатости, и каждому человеку можно понять при каких-то особых. Но когда человек хочет слышать, когда человек слушает и впитывает, и как что-то происходит, вы понимаете, поэтому... Нужен какой-то контакт, наверное. Да, нужен какой-то контакт, нужно, чтобы люди могли высказать, и чтобы это была какая-то обратная связь. К сожалению, вот, я так понимаю, что это... Ну, есть этот программ, что он, как бы, очень красиво озвучивал, что-то выполнил? Знаете, есть несколько программ. Я просто по своей, как бы, специфике сейчас работы очень мало передвигаюсь по тому, что показывается здесь, по стране, и мало вижу. Ну, что ты видел фрагментами на видео? Вот, ну, скажем, достаточно такие разные отзывы об этих программах. Скажем, там есть какая-то информация о том, что там что-то из них существует. И, к сожалению, я не могу за это, как бы, отвечать за эту информацию, я ее не видел. А, вы имеете в виду чисто экономическое? Да, он же какие-то программы устанавливал, что он хотел как-то сделать цирк более... Решите, я скажу свое мнение. Да, вот, в принципе, оно, наверное, интересно. Какие могут быть программы, когда у нас существует концепция развития циркового дела в России на, соответственно, с 2012 по 2020 год она существует? Это документ, который разработан командой профессионалов, который утвержден в ту бытность нашего нынешнего президента Владимира Владимировича Путина, премьер-министром, им утвержден, одобрен. И этот документ нужно просто исполнять. Там все написано от начала до конца, на самом деле. Вы знаете, я этот документ знаю практически наизусть. Это очень серьезный документ. А сейчас идут попытки со стороны ряда, так сказать, людей, что вот эта концепция не актуальна, что вот надо, применяясь к современным требованиям, ее изменить. Ничего не надо менять, надо просто выполнять. Изменяют тогда, когда не могут выполнить. Или не хотят. А дело в том, что там все написано от начала и до конца. Вот просто все. Что цирки к 2018 году должны получить самостоятельное финансирование, должны практически все свои средства оставлять, аккумулировать у себя и на них развиваться, которые находятся в регионах и все. То есть, если мы с вами пойдем просто по каждому пункту концепции, вы увидите, что это абсолютно основополагающий рабочий документ. Это программа, которая... Можно сделать цирк таким, который раньше, но... Ну, не раньше, он будет совершенно немножко другим, более, да, но, по крайней мере, применимо к условиям нашей страны, применимо к тем, скажем, проблемам, к тем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, это документ абсолютно грамотно выстроенный. И любые программы к нему еще в дополнение, любые его разночтения, ну, знаете, это как это... Ревизионизм какой-то, я вот считаю, что это называется. Те люди, которые пытаются эту концепцию оспаривать, говорить, что она неактуальна, у меня такое впечатление, что они просто ее то ли не читали, то ли как... Или не понимают, или... Понимаете, там все написано, там экономическая платформа написана, вы ее выполняете. Вот вы возьмите ее и выполняете. Как вы это можете, вы выполняете. Вы отчитываете по каждому пункту, вот в этом пункте вы выполняете. Вот сегодня взять работу, как бы, руководству и просто посмотреть, насколько это соответствует этому каждому пункту концепции. Просто вот в этом и весь ответ. И потом, для меня дико и непонятно, все время какой-то разговор про самоокупаемость. Нет этого в концепции. Не утверждено это руководством страны, самоокупаемость. Там не написано, что цирки должны перейти прямо, возможно, на частичную самоокупаемость. Потому что они в разных регионах, в географических местах, а с разным количеством населения, во-первых, находятся сами цирки. Почему в каком-то регионе окупаются на самоокупаемости, а в каком-то нет? На самоокупаемости только какие цирки? На Вернадского здесь нет? Скажем так, ну, Вернадского, Николина, это стратегические... Они, в принципе, это Москва, которая сама по себе, сами понимаете. Ну, всегда был очень хорошо себя чувствовал цирк на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Замечательный был цирк всегда. Вот, ну, скажем, Екатеринбург нормально всегда отдаешь, потому что, ну, город промышленный, есть у людей деньги, люди могут себе позволить сходить. Вот, Челябинский, в принципе, цирк неплохо функционирует. Ну, Перми, в общем-то, ну, как бы, ну, в основном, понимаете, в чем дело. Здесь, как бы, есть много вопросов, которые просто сейчас, я не говорю даже, что вот этой командой людей, которые сейчас находятся в руководстве Росгосцирком, поскольку мы затрагиваем эту тему сейчас, я не считаю, что это сегодня и при них было заложено. Дело в том, что директора уже давно стали, ну, скажем, просто завхозами, как Юля сегодня назвала. А это неправильно. Директор цирка, он должен сезон свой формировать. Вот директор, вот я пришел к директору, я сел в цирку и говорю, знаете, так вот, есть у меня Росгосцирк, допустим, компания, в которой я работаю, вот мой цирк, он филиал. Значит, я должен в какой-то день приехать к клубу, говорю, генеральному директору и сказать, вот мой экономический план, я должен зарабатывать столько-столько-столько, чтобы заплатить людям там на развитие что-то, там, содержать здание, коммуналку платить там, и плюс, так сказать, вести какую-то разнообразную коммерческую дополнительную деятельность и все. Вот мой план, ну, мне нужно, чтобы у меня в этом моменте отработала, грубо говоря, программа Павленко, в этом моменте ко мне приехали слоны Корниловы, в этом моменте ко мне там тот-то-то-то-то, понимаете, да? То есть человек приходит и говорит свою стратегическую составляющую, при том, как он может, то есть компания в данном случае выступает поставщиком товара, а это ее приводной механизм, который непосредственно этот товар реализует. Тогда директор, если он имеет право вот эти все вещи делать и как бы не является просто завхозом, который должен из Москвы денег просить лампочку вкрутить, а если он имеет право это решить, как это и было при советской власти, это так было. У них был такой Юрьев день, и они приезжали, просто делили, какие кто кому поедет, какие программы, понимаете? Вот. Тогда у директора появляется так называемая БОРС, бюро Организации зрителя. То есть это штаты уполномоченных, которые ходят по предприятиям, по школам, по садикам, так сказать, и активно занимаются реализацией билетов. Тогда директор имеет право сделать, держать, так сказать, рекламную некую составляющую, то есть группу какую-то, которая медийную, которая делает рекламу, делает афиши, делает ролики. И, соответственно, зная наперед свой план годовой, зная, где чуть-чуть зритель похуже ходит, он там более ударную программу запланирует, более, так сказать, какие номера оригинальные какие-то там с хищниками или что-то. Где-то он может попроще взять, понимаете? Когда елки, там не надо такой огромный там городить огород, там можно как бы взять программу, сделать хорошую красивую сказку, пригласить хорошего постановщика, чтобы он сделал спектакль. Потому что люди в елке хотят малышей повезти и посмотреть какое-то, ну, действие, помимо того, что просто цирка. То есть, понимаете, да? То есть, грамотный директор, он всегда вот как кубики вот выстроит, это серьезнейшая работа. В цирке артисты, никто не умаляет их значения, но, в принципе, в мировом цирке главная фигура – это директор. А у нас институт директорства сейчас просто уничтожен, просто уничтожен. Я вам по пальцам переберу сейчас людей, директоров, которые могут каждый год, вот в течение года, крутить любую программу, которая к ним прийдет. Вот по пальцам на одной руке переберу. Марчевский. Ну, Марчевский, само собой, никто не спорит, он у нас аксакал и, как говорится, ледокол даже в чем-то. То есть, региональные власти должны поддерживать? Я считаю, вообще, смотрите, вот моя какая мысль, это, ну, можете, там, мое понимание такой вопрос. Он хороший лоббист. Человек, вообще, из цирковых, среди цирковых артистов, на самом деле, получилось минимальное количество хороших директоров. Минимальное. Вот Марчевский, скорее всего, является исключением. И еще был очень хорошим директором долгое время, сейчас он же в возрасте. Бирюков Борис Константинович в ароническом цирке. Вот за все время, что я знаю директоров, которые пришли, следы цирковых артистов, это вот более-менее два человека, о ком можно говорить, действительно, как состоящихся хороших директора. Потому что все остальные, ну, как-то не выдерживали этого. Совершенно другая психология, это вообще менталитет другой. У артиста ты мне дай, а директор ты, я тебе на. Понимаете, перестроить мозги очень трудно. Да, бывают фокусы, когда директор вот в цирке шапит у, где-то как-то совмещает и артистически, но все равно это очень такая граница, которая все равно свалилась куда-то. Поэтому, я говорю, из артистов очень мало произошло хороших директора. Поэтому мое личное, сугубо личное мнение, это мне не только мое, а и многих других людей, которые в цирке, ну, более-менее разбираются, что директор должен, а, прорасти в городе. То есть он должен учиться, там, не знаю, жениться, родиться, знать там, не знаю, быть в полицовете, правящий парт, там, Единой России, не знаю, ну, видеть людей, знать вот эту верхушку, кто в городе, кто там меняется, быть, ну, понимаете, с кем-то за школьной партой сидеть, я не знаю, с мэром там будущим. Вот, быть депутатом городского совета, там, или где-то. Вот, как наш Марчевский. Как ваш Марчевский, да. Понимаете, Юль, ну, дело в том, что это, человек должен там прорасти в городе, он должен быть в городе, но вы должны знать, вот, как Марчевский, он знает в городе. Там, Марчевский скажет, там, да, меня один гаишник остановил, я говорю, да, Марчевский, я говорю, о, езжай. Вот, понимаете. А почему нельзя за эталон взять вот цирк Марчевского, у него есть дом циркового артиста, он забыл, как зовут? Давайте я объясню, договорю, наверное, до конца, потому что сейчас вам это скажу, это быстро. Раньше существовало понятие кадрового резерва, в него, так сказать, так и набирались люди. Ну, смотрели, ездил, был начальник отдела кадров, это был хороший, такие, советские времена, Союз, потом Росгос, только по городам. Смотрели такой талантливых ребят, каких-то интересных, которые, ну, он может быть режиссером, может быть театралом, там, ну, по крайней мере, он в городе вырос. Предлагали, человек где-то стажировался года два, вот у таких, как Марчевский, у таких, ну, ксакалов, понимаете. То есть он ходил на должности заведующего постановочной части, то есть все организовывал. Он ходил потом замом, то есть организовывал погрузки, то есть он этот хлеб начинал понимать изнутри. Вот, когда человек это понимал, ему давали тогда цирк. Уже, на мой взгляд, годов с девяносто каких-то восьмых, девятых, наверное, это полностью закончилась эта ситуация. Знаете, то есть директоров как-то вот так вот набирают, как-то вот стихийно и хаотично. То есть вот кто-то кому-то позвонил, кто-то... Своими просто вот приходит, вот есть такая, как бы, сейчас тенденция, да, приходит новый генеральный директор и начинает не общаться и узнавать, кто, ну, вообще учиться, да, а начинает рубить с плеча, то есть меняет полностью команду, полностью артистов. Согласен, с вами, к сожалению, такая порочная, на мой взгляд, практика. Дело в том, что был единственный генеральный директор, который этим начал серьезно кадрово заниматься, это был такой Смелянский Давид Яковлевич. Он как раз-таки, придя на место генерального директора, к сожалению, он очень мало поработал, там почти там меньше года, что ли. Но вот он как раз на это основной удар. Ну, у него, кстати, были очень хорошие профессиональные советчики, люди, которыми он себя окружил. Татьяна Георгиевна Осовская, долгие годы возглавляющая все художественное управление Росгосцирка. И действительно, он себя окружил мгновенно. Видно было по его работе, что он себя окружил мгновенно серьезными профессионалами, по всем направлениям. И директоров начали действительно в городах искать, подбирать, учить. Понимаете, это великое дело. Дело в том, что вот сегодня, вот сегодня Росгосцирк, вот как он сегодня ситуация, она фактически система, ну, как бы, в очень сложном таком положении, практически коллапсирующая. Значит, и это именно потому, это отголоски еще того давнего времени, когда директорский корпус практически был уничтожен. А сегодня никто ничего в этом направлении не делает. И директоров, это же директор, это штучный товар. Это как, знаете, это очень тонкая материя. Его выпистывать надо, его родить надо, понимаете. Он должен, во-первых, родиться, учиться и т.д. и т.п. И плюс ему надо дать вот это. Потому что многие приходят, а что, ну, я директор там. С Москвой позвонили, сказали, я там написал. А вот проблема, конфликт был с известными династиями, которые, в принципе, ушли. Почему вот не сложилось так отношение? Объясню. Объясню. Вот тут у нас с вами существует его фотография, которую он мне подарил. Это мой учитель, который мне в руки дал в свое время кусок, я бы сказал, даже не хлеба, а рыбы, потому что я всю жизнь отработал с морскими животными, пингвинами и тому подобное. Так вот, я у него стажировался. И он мне многому научил. Была потрясающая история, когда Дуров в свое время, ну, вот что доведен в силу, был такой коричский, Ислав Григорьевич, генеральный директор, союзгосцерк, тогда ТПО, союзгосцерк. И тоже были какие-то конфликты у него, а Дуров, он человек, ну, как бы сказать, это великая династия, человек, ну, не привык, чтобы его, как бы, задвигали, понимаете. Он свое место знает очень четко под этим солнцем в этом мире. И он абсолютно требовал всегда того, что нужно предоставить именно этой династии, старейшей цирковой династии России. Юрий Юрьевич всегда был очень принципиальным человеком, вот очень принципиальным, очень жестко. Ну, и когда пошла там какая-то касса на камень, он написал заявление. И его пригласил к себе генеральный директор, лично пригласил к себе, и сказал, Юрий Юрьевич, кто виноват, что виновата. То есть его просто, ну, попросили вернуться. Потому что он объяснил это своей недоработкой, то есть своих подчиненных недоработку, он объяснил своей недоработкой. Какая-то статья, она есть, ее можно почитать и на форуме, и на Росциркусе, там, и еще она много где приводилась. Это очень хорошее высказание Дурова, оно очень соответствует. Дело в том, что мы говорим о, когда мы говорим о династиях, цирк, такая очень ситуация, такая специфичная, это вообще семейное искусство с двух полюсов. Цирк делают это искусство семьи, потому что в основном цирк и ученичество, как вы все знаете, это не надо вам сказать, процветает в семье. То есть семья, учатся дети, с ними, там, друзья приходят, детей учатся, молодые приходят, учатся в семье. Потому что, ну, сегодняшний день, к сожалению, цирковое училище, которое наше вот существует, оно по какой-то причине, я не знаю, как бы не очень вдаюсь в эти подробности, практически утратило тот объем поставки кадров в систему. И сегодня в основном все держится и базируется как нормально все, когда сегодня на голову поставлено на ноги, все держится на семейном ученичестве и тому подобное. А с другой стороны семья, которая приходит в цирк, это искусство, скажем так, потреблять. И две семьи в этом плане встречаются, одна его другой семье представляет. Понимаете, вот это семейное, там же приходят папа, мама, бабушка, дедушка и тут, которые создают то же самое. Понимаете, вот это вот редчайшее, это единственное такое искусство в мире, это первое искусство, которое ребенок видит в своей жизни. И это искусство, оно пантомимично, оно осязаемо, это не вот музыка, в которой надо долго включаться, что там хотели, какие там нюансы, там знаете, где, какой пицциката. А тут, грубо говоря, это видно все, что человек вот полетел, как так человек летит, понимаете, или там зверь не сожрал, как так может быть. Ну то есть на примитивной логике, первое впечатление ребенка. И когда его, грубо говоря, каким-то образом этого искусства начинают лишать, я это сравниваю, ну например, с тем, что, ну как, знаете, сейчас, слава богу, взялись за начальную военную подготовку в школах. Если вы хотите получить полноценную личность, вы должны ей дать сформироваться на том, на чем вообще всюду она и формируется во всем мире. То есть сегодня, я говорю, цирк ведь насколько он проникает во все сферы, вот за рубежом, посмотрите, там эти уличные фестивали, там постоянно что-то, кто-то, какие-то клоуны, где-то кто-то вылез. То есть это можно условно называть цирком, потому что в принципе, что такое цирк, от слова циркус, круг, это то, что вот в манеже. Но он давно раздвинул эти рамки, сейчас есть клоунские театры, сейчас которыми мы очень много занимаемся, там есть и другие виды, так сказать, шоу, представлений, иллюзионные шоу, мэджик-шоу, там еще что-то. Но суть в том, что это все в том или ином преломне, в том или ином форме, это цирк. И он все равно будет так или иначе существовать. Другой вопрос, что люди, которые берутся им управлять, ну хотя бы надо чего-то почитать, хотя бы надо чему-то поучиться. Или если ты сам не в силах, и времени нет, а ты делаешь перед тобой такие другие задачи, ну, пригласи профессионала, который тебе потихоньку, полигонку будет рассказывать, как говорится, ху из ху, и кого, с кем, как обращаться. Кто чего достоин, кто чего заслуживает. А вот как вы думаете, задачи вот, ну, внешнего директора, Вадима Черменовича, какие у него, для него лично? Ну, я знаю, что Вадим Черменович очень занят, так сказать, приведением, как он докладывал, это было в прошлом октябре, по-моему, на встрече рабочей группы в Министерстве культуры. Он говорил, что вот он сейчас занимается очень активно приведением в порядок документации по зданиям, их приведению в соответствии. Значит, он говорил, что он, так сказать, сейчас очень серьезно занимается реконструкцией этих зданий, то есть, как это реконструируется, цирки, идет какая-то работа по этому направлению. Ну, наверное, мы не можем судить о том, как это реконструируется и кто этим занимается, потому что я не строитель сам, естественно, так сказать, я не могу дать профессиональные оценки качества этих реконструкций. — Сейчас я не буду, по-моему, в Ивановский цирк, последний, который сдали, что там что-то уже касается... — Ну, там же, да, там уже депутатский запрос, по-моему, пошел в областной власти, да. — Да, 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 и вот, как бы, вот, с Вашей стороны, вот, какие запросы еще депутаты должны сделать, чтобы посмотреть, что происходило? — Да вы знаете, я бы, например, посмотрел, что с сочинским цирком, как там, потому что мне звонят оттуда мои друзья, которые, там, так сказать, недавно работали, какие-то вещи говорят, вот, сам же Слава Запашин, мы встречались недавно с ним, он пришел, он говорит, Борь, я говорю, он же был когда-то там директор, он говорит, Борь, я в ужасе, там все течет, все там льется, там все это... Я говорю, понимаете, я делаю тоже информацию, сходит совершенно противоречиво, я не строитель, я не могу сказать, что, вы знаете, вот это должно столько простоять, это столько. — Я думаю, что, я думаю, что, вот, ну, скажем, если бы у меня была бы возможность этим как-то, ну, если бы мне это сказали, вот, там, хотя мне это не очень не надо, приди к генеральным директорам, я первым еще начал бы с этого, потому что, ну, первое, о чем бы я думал, чтобы мне как бы мне в тюрьму не сесть, из-за того, что там, не дай бог, что-то где-то отвалится, кому-то на голову упадет, потому что как-то ремонтировали, что это делали, кто это подписывал, понимаете, здесь надо бы просто брать, видимо, независимо, какие-то экспертов приглашать, строителей, архитекторов и реально оценивать объем проделанных работ, потому что в сфере преломления того, что вот эти товарищи, которые сейчас находятся у нас в местах не столь отдаленных, было уже известно, какие объемы хищений происходили по другим, так сказать, направлениях, эти же товарищи активно занимались реконструкцией, ремонтом цирков Росгосцирка, это абсолютно они занимались, и я думаю, что следственные органы в ближайшее время этим должны как-то заняться, наверняка, и уже и занимались, потому что, ну, собственно говоря, если уж настолько серьезно все стоит вопрос, что уже Федеральная служба безопасности включилась и настолько хищение крупного размера, то если эти люди занимались и цирком, и вот этими зданиями, я думаю, что там тоже наверняка есть, будет что следовательно подумать.